Где Пскову быть? И приглянулись предкам Высокий мыс, реки Великой ширь. И город встал на рубежах российских. Он грудь расправил, словно богатырь. Россия начинается здесь. История Псковского края Из века в век. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Елена Яковлева и Анатолий Тиханов. Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем наше путешествие через века псковской истории. И сегодня мы поговорим о XII веке. Нашу передачу мы сегодня с Анатолием Ивановичем посвятили таким двум важным событиям этого времени. Возведению двух каменных храмов. Спаса Преображенского храма и храма Иоанна Предтечи. Гости в студии. Начальник отдела хранения монументальной живописи. Таисия Круглова. Доброе утро, Таисия Викторовна. Доброе утро. И архитектор Сергей Михайлов. Сергей Петрович, доброе утро. Доброе. Представим, в то время XII век сразу появились два каменных храма в Пскове. Можно представить, как они это воспринимали? Два каменных храма с архитектурой особенной, да еще с фресками. Они умели там ориентироваться внутри храма, читать то, что они видели? Таисия Викторовна. То, что каменные храмы – это, конечно, событие для Пскова. Не только два. Четыре каменных храма в XII веке было построено. Мы должны вспомнить еще Троицкий собор и церковь Дмитрия Солонского. То есть, в XII веке Новгородская артель создает два каменных храма. Хотя к этому времени в Пскове были храмы, но, вероятно, были деревянные. И понятно, что люди привыкли уже и к храмовому пространству, и к службе, которая велась внутри. Интересно было другое, что появляются храмы, как вот Спасо-Преображенский собор, с фресковой живописью. Вот это было новое, потому что в храмах, которые в это время были, в деревянных, видимо, внутренних росписей не было. Так как живопись была ориентирована на просвидительство, на чтение, на понимание, осмысление, это, конечно, было передовое новое. И в этом как раз заключается функция этого храма и деятельность владыки, новгородского архиепископа Нифонта, который, кроме текстового материала, проповеди, чтения во время службы Евангелия, он использовал изобразительный ряд. И это дополнял сведения и расширял знания людей того времени о Христе и о жизни Христа. То есть, они стояли и внимали тому, что они комментировали. Конечно, конечно. Сергей, а Иоанн Петичий храм как он видел? Я так думаю, что поначалу он был княжеским, не имел как бы прихода, в общем, понятия. То есть, сюда пускали не всех? Ну, может быть, и так. Ну, трудно предположить, потому что преобразование в монастырский он получил уже в XIII веке. А до того это была как бы тоже веха Всеволода Мстиславича закрепить это место за своим княжечем, за наследником. Имя его говорит Рождества Иоанна Петичи. По моему предположению, совпадает с рождением княжеча. Поэтому так и назван. Да. Вот этот княжесть, первенец в семье Всеволода, Иван, он родился и не прожил даже года, он вскоре скончался. Это был первенец. И вот в честь него, в честь его рождения, строится храм Иоанна Петичи в Новгороде на Ярославном дворище. А псковь он строится в память княжеча, скончавшегося и умершего. И похороненного под стенами? Нет, он похоронен был в Новгороде. В Новгороде. Для сохранения представителей княжеской семьи был некрополь в Юрьевом монастыре. А как выбирались места для возведения этих храмов? Ну вот я представляю, XII век, Троицкий собор, на возвышении, он строится, он каменный. И здесь довольно большое расстояние, как мне представляется, для людей того времени. За пределами, за рекой. Это два монастырских храма, Иоанна Петичи, как говорим, княжеский, и мужской, Спасомирожский. В то время монастыри в основном строились за стенами города, потому что суть монашеской жизни – это уход из мира. Но первая практика, а вот если мы с вами посмотрим на нашу монастырь, Снитогорский, Мирожский, Ивановский, они строятся за стенами города. И эта практика, она древняя, она связана была с ранним временем. И если говорить о приходе, вот в Спасомироженском соборе, туда можно было попасть не только иноком, но там он открыт был для прихожан. Дело в том, что там сохранилось одно из самых древнейших христианских кладбищ. Были исследованы экспедиции Санкт-Петербургского университета в 70-е годы, исследована часть некрополя, где есть захоронения раннего времени, относящиеся к XII-XIII веках. При этом захоронения не монашеские, а людей, которые здесь были захоронены из мира. Вот Лена спросила, я хотел бы предложение, вы знаете, время-то неспокойное было, постоянно воевали с Литвой, с эстонцами, с эстами как-то называлось, да? И вот люди не боялись селиться в монастыре, нападения были всегда внезапные, почему-то это не пугало никого. Ведь Мирожский монастырь так и не стал за стенами, он так оказался весь. Не было крепостных стен, не было, был деревянный тын, как и в Ивановском монастыре первоначально, ограда обязательно должна была быть. Но старались по мере сведений, поступления сведений о том, что противник идёт, спрятаться за стены города. Но не всегда это удавалось. Мы знаем, например, в 1299 году, уже как бы в XIII веке, когда внезапно ливонцы подошли к стенам города, ведь пострадали иноки и инокини, то есть монахи и монахини всех загородных монастырей. А вот скажите, какие события происходили тогда? Что мы знаем о том времени, вот, Сергей, вот Иоанновский монастырь, что мы знаем о событиях XII века, связанных с историей монастыря, какие имена? Мало, мало таких данных. Материально интересная другая вещь – это один из голосников в храме оказался южно-русской амфорой. Голосник, который в парусе под барабаном центральным, и по её составу, по датировкам она совпадает с новгородскими шкалами, то есть она была датирующим материалом. Это вот время постройки. Время постройки. В кладке была заложена амфора, причём… Это лучше, чтобы звучало, да? Да. А как это работает? Как резонатор, то есть попадая туда, как бы звук усиливается. Как микрофон, что ли, вот, грубо говоря, да? Ну, почти, почти. Проповедь может говориться на амбоне, и будет слышно во всём храме, без микрофона. Мы можем представить, как строили, возводили храмы? Здесь были новгородские артели. Новгородские артели. Тип греческого храма был, и был определён заказчиком. То есть не греки строили? Нет, расписывали греки. Это артель новгородская. В Пскове в это время не было ещё мастеров. И заказчик же был новгородский архиепископ. Мифонт. Да, Мифонт. И он, конечно, у него не было своей артели, он упирался на княжескую артель, которую строила как раз, видимо, и другие храмы в это время. А вот, а для росписи фресок была приглашена греческая артель из Византии, из Константинополя. Притом она была приглашена, видимо, не сразу из Константинополя, а из Киева. Потому что, вероятно, судя по остаткам фресковой живописи в Киеве, она работала в это время в Киеве. И была просто уступлена новгородскому архиепископу на два сезона. И эта артель греческая не только в Мироже расписывала, она работала и в Новгороде. По стилю можно определить? Да, в Новгороде сохранилось, при Нифонте в Новгороде были расписаны притворы Софии Новгородской. Живопись практически полностью была утрачена, но есть отдельные фрагменты, которые до нашего времени дошли. Они дошли благодаря тому, что, например, в одном из галерей было захоронение позднее, которое закрыло живопись в стене. И когда в последующее время вот этот саркофаг убрали, за её стеной открылся вот фрагмент живописи, росписи середины XII века. И вот по стилю, по цветовой гамме это работа одной и той же артели. Это изображение Христа в центре, поясное изображение, и по три фигуры справа и слева. И росписи были выполнены в 1144 году. То есть это для нас определённый датирующий момент, который говорит о том, что где-то в это же время, в середине 40-х годов, был расписан Спасово-Вироженский собор. То есть не было так, чтобы артель прижала из одного объекта. Она обычно всегда выполняла несколько. Может, вы назовёте количество мастеров? Нет. Мастеров сколько? Нет. Мы не можем это сказать. Это всё только гадание на гуще. Специалисты выделяют руку мастера на основании личного особенностей. Но это не даёт нам гарантии, что было несколько мастеров. То есть мастера были. Но один и тот же мастер мог в разной технике работать. Интересно, сколько стоили такие работы? Эта работа была... Вот Спасово-Вироженском соборе работа была дорогостоящая. И в основном даже по материалам. Материал здесь использовал очень дорогой. Вот лазурит, малахит, охра, глауканит. Лазурит, который вот у нас в обилии, его не экономили, его много достаточно было. Он в это время оценивался дороже золота. То есть очень много средств вложили на закупку минеральных красок. А во-вторых, сама работа тоже. То есть этот объект не был из такого, из разряда дешёвого. То есть то, что мы видим сейчас на потолке, на стенах Спасово-Вироженского собора, это дороже золота вот это. Ну, по оценке того... Ну, сейчас, конечно, я думаю, дороже золота. Вы понимаете, через 30 лет храму будет 9 столетий. Он уже сейчас... Дороже золота. Дороже золота во много раз. А правда ли, что вот иногда сравнивают фрески Спасово-Вироженского монастыря, от Елены Морозкина об этом говорила, стоишь и как будто попадаешь в фильм, который тебя как бы обволакивает. Он таким образом расписан, вот как бы вокруг. Там очень серьёзная программа. Вообще этот храм очень сложный по своей иконографической программе, потому что её разрабатывал сам Нифонт. А он для своего времени был человеком очень образованным, высококультурным, человеком знающим уровня, знаете, европейского. У него были очень тесные связи с Византией, он знал греческий язык. Сохранились, например, его ответы на вопросы одного из новгородских священников. Он ориентировался во всех спорах, дискуссиях, которые в это время раздирали всю православную церковь. То есть как бы человек, который был в курсе всего, находясь на периферии православного мира, если мы так возьмём. Если возьмём, что в это время граница православия, она была здесь, потому что дальше финно-угорские или это литовские племена, крещения ещё не было там, они были язычниками. Поэтому и Нифонт, создавая этот храм, он как бы эту программу всю продумал. И вот сейчас, работая как бы с этой иконографической программой, мы никак не можем понять дна, потому что это настолько бездонный памятник, который, наверное, ни одно поколение будет расшифровывать, прочитывать и пытаться понять, что хотел и как хотел изложить телефон. Что непонятно сейчас? Нам сейчас понятно только то, что мы можем понять сейчас. Но дно, которое не видно. Да, да, да. Но дело в том, что придёт новое поколение, оно какие-то новые пласты будет выявлять, даже что-то новое увидит. То есть, вот как любое классическое произведение, его нельзя понять целиком сразу, если ты его первый раз прочитываешь. То есть, к нему надо возвращаться, каждый раз открываешь что-то новое. Я хочу сразу вспомнить Селу Дорожнитовского, который до его последних исследований неожиданно, там что-то касается по цвету. Ну да. Он считал, что окна, которые в храме были, они как бы вот рассчитаны были на использование солнечного света, восприятие живописи. Это интересная версия, гипотеза, которую исследователь выделил. Конечно, окна всегда в храме играли важную роль, мы должны это с вами учитывать. Но дело в том, что оконные рамы, к которым мы с вами привыкли, в то время отсутствовали. Оконные заполнения были выполнены иначе. Это были оконницы. То есть это деревянная доска, которая, значит, там шпонками соединено несколько досок. Это такая древесина цельная, в котором вырезались круглые отверстия и заполнялись они стеклом, но это было дорого, тогда не было листового стекла, да, либо слюдой, либо, если не был срез, там могли бычьим пузырём. То есть такие оконницы. Поэтому, естественно, свет распределялся иначе. То есть это тоже надо как бы учитывать. Хотя окна всегда были важны. И мы с вами должны понимать, что храм был холодный, и служба была только летом. В зимнее время он был закрыт. Вот, и поэтому, собственно, там службы не проводились, и смотреть фрески зимой было сложно, потому что не было освещения. А в летом у нас с вами долгие лета, да, светлые ночи, дни долгие, да. Поэтому солнечный свет, конечно, должен был играть очень важную роль на освещение, чтобы можно было благодаря этому посмотреть на стену, понять и прочитать изображение. Про краски. Вот мы же в одном окне нашли удивительную вещь – орнамент. Так вот, там, в этом орнаменте, исключительно были применены псковские красители. Там ни одного привозного красителя нет. Это земляные краски, это охра светлая, охра красная – это наша псковская черлень, и серая на основе сажи и разбелённая белилами, чёрная и серая, небогатая палитра, 5-6 цветов. Скажите, вот греки, которые расписывали фрески, храмы, они вообще как-то учитывали местную специфику? Нет, только традиция и особенности, да. А вот по поводу этой живописи, Лев Исаакович Лившиц, он по аналогиям искусствовед, он продатировал концом XII-го, началом XIII-го века. Вот эту роспись, которая сохранилась в Ивановском соборе. Позже его расписали уже по завершении строительства, не в раз. Да. Ну, о Всеволоде, давайте поговорим о Всеволоде. Ну, вы знаете, что Всеволод был изнан новгородцами, и это было связано тем, что с начала XII века русская земля перешла в этап раздробленности. Новгород провозгласил Вечевую республику, право вольности в князьях, и псковичи вместе с ладожанами участвовали в его изгнании. Он получил стол под Киевом, потом оппозиция новому князю пригласила его сюда обратно, чтобы он вернулся в Новгород. Ну, он прибыл с оппозиции, потому что с центром оппозиции будет Псков, он прибыл сюда. Вот новый князь Святослав Ольгович вместе с новгородцами собрался идти походом на Псков, и вдруг Всеволод внезапно скончался в Пскове. И он был похоронен в Троицком соборе, хотя есть версия, что он был погребён в церкви Дмитрия Солонского, это отдельная история. Вот, и таким образом вот его история была связана с Псковым, хотя он был новгородским князем. Но в конце XII века Псковский и новгородский пантеон начал существенно расходиться. Псковичи стали формировать свои святыни, своих святых, а Новгород – своих. И вот в 1192 году как раз произошло чудо, связанное с явлением одному из псковичей Всеволода, и перенесение его мощей из церкви Дмитрия Солонского в Троицкий собор. И именно с этим моментом связана его канонизация. И таким образом этот новгородский князь становится первым псковским святым. И в тот же год, видимо, в 1192 году явилась и первая святыня – это Мирожская икона Божьей Матери, которая до нашего времени не сохранилась. В источниках нет даты, когда это произошло, но в более поздних рукописях есть две даты – одна 1192-й, другая 1198-й год. Сейчас вот наша практика, которая есть, связанная с Мирожской, мы почему-то ориентируемся на вторую дату, но первая – она правильная. В 1198 году отмечали у нас в пскове, да, её выносили? Да, да, а вот на самом деле ближе всё-таки 1192-й год, потому что вот в этой записи упоминается епископ, который именно в 1992 году был, а в 1998 году его уже не было. И вот в 92-м году сюда приехал новгородский князь, он приехал сюда с дружиной, с войском, отправил войско в Чуть, в Эстонскую Чуть воевать, сам остался здесь. И, видимо, во время пребывания его здесь, это Ярослав Владимирович, происходят вот эти два события, да, то есть является чудотворная икона, первая Мирожская, это первая икона, святая икона, святыня Пскова, и первый псковский князь, который был похоронен вот как раз в Труйском соборе. Первая мысль, которая приходит, не сделали ли это псковичи в пику новгородцам, сделали его святынь? Конечно, я говорю, что с этого момента, вот Валентин Лоренчьянин, он как раз и говорит, что формирование святыни Пскова и Новгорода с этого момента расходится. И вот в последующее время, ну, вплоть до XVI века, они будут разделяться, то есть псковичи будут почитать своих святых, свои святыни, Новгород свои, их своих святых и свои святыни. Они никогда практически не будут переклёстываться друг к другу до середины XV века. И вот в середине XV века новгородский святой почитание Варлама Хоттонского придёт сюда, Псков, но не из Новгорода, а через Москву. То есть сначала почитание Варлама Хоттонского возьмёт Москва, а потом из Москвы он придёт сюда, и здесь у нас будет построено в честь этого святого новгородского крана. То есть таким образом вот это различие, оно как раз показывает о том, что псковичи становятся уже настолько сильными, что они начинают уже претендовать на своё собственное управление. Как интересно переплетаются чудеса, политика, история, святыни, святыни. Время такое, время было такое. Ну, давайте ещё тогда два имени вспомним, раз уж мы говорим. Вы говорите, люди, вообще о XII веке очень мало сведений сохранилось, своего псковского летописания ещё не было, потому что Псков ещё пока пригород Новгорода. Мы все сведения этого времени узнаём из новгородских летописей, именно они сообщают нам. Вплоть до середины XIII века только оттуда идут сведения. Но есть сведения, о которых можно будет сказать. Спасо-Преображенский собор использовался тоже для захоронения некоторых представителей княжеской семьи и церковной среды. Речь идёт о двух. Это князь Авет Дмитрий, который является строителем церкви Дмитрия Солонского. Он был похоронен под спудом, то есть под полом Спасо-Преображенского собора. А вторая очень интересная фигура – это Герман Ваята. Это священник Новгородской земли, который прибыл сюда вместе с новгородским архиепископом Григорием Гавриилом. Он приехал сюда, здесь заболел и был похоронен в Спасо-Преображенском монастырье. Но для нас эта фигура интересна тем, что с его именем исследователи связывают начало владычного новгородского летописания. С продолжением по темам, по захоронениям. Я недавно совершенно побывала в Спасо-Преображенском храме. Там сейчас идут археологические работы. И я поговорила с начальником научно-экспертного отдела археологического центра Псковской области Татьяной Юрьевной Закуриной. И вот предлагаю сейчас послушать разговор наш. Она рассказала нам о том, что удалось обнаружить, какие находки при обследовании и изучении этого храма. Обнаружены ли здесь какие-то артефакты XII века? В раскопке восточной части территории, прилегающей к стороне реки, к собору Спасо-Преображенскому, при исследовании этого участка были найдены довольно многочисленные фрагменты фресковой росписи XII века. Там сейчас, конечно, нельзя сказать, что там изображали, но это видно, что это фрагменты фресок сбитых, небольшие куски. В дальнейшем они сейчас переданы на хранение музея, Псковский музей, а далее их будут обрабатывать и попробуют уже определить, что там изображено. Что-то кроме фресок удалось еще обнаружить? XII века здесь, я считаю, что одним из важнейших наших открытий монастыря является обнаружение, отложение культурного слоя этого времени. Потому что раскопки на других участках территории Мирушского монастыря, к сожалению, нам не дали этого материала. Отложение культурного слоя XII века обнаружено только на небольших участках, опять же, вот со стороны реки над обрывом. И значительная часть, видимо, этих отложений, она пострадала во время паводков, не сохранилась. Но нам удалось все-таки зафиксировать отдельные участки отложений XII века, которые уходят под основание северной апсиды Спасо-Преображенского собора. То есть во время строительства этого собора его основание, основание, во всяком случае, северной апсиды, было поставлено прямо на горизонт дневной поверхности того времени, на отложение культурного слоя XII века. Татьяна Юрьевна, такая территория монастыря, она была шире? Вы знаете, территория монастыря, безусловно, менялась. Это зависело от многих, видимо, факторов, в том числе, может быть, даже и природного характера, но в основном, видимо, экономического характера. Насколько был богат монастырь, сколько там было насельников. Мы не знаем, конечно, до появления здесь монастыря в XII веке, строительства Спасо-Преображенского собора, какова была здесь ситуация. Но то, что мы обнаружили культурный слой XII века, как бы предшествующий ныне существующему собору каменному, может свидетельствовать как раз о том, что здесь было поселение. А может быть, это уже и отложение культурного слоя, связанное с деятельностью ранних насельников монастырских, более раннего времени, перед строительством Спасо-Преображенского собора. Расскажите, пожалуйста, о находках. Золотая цепочка, четки, кресты, каких времен и насколько они ценны? Золотую цепочку мы не находили. Нет, это не золотая цепочка. В одном из этих погребений мы обнаружили женское, видимо, погребение. Ну, несомненно, женское, потому что при нем еще это было парное погребение. Там две женщины были захоронены с младенцем. Одна из них была с младенцем. На ней, на ее голове, видимо, была повязана золототканая лента. При одном из погребений были найдены россыпь костяных бусинок. Там, по-моему, 72 бусины. То есть достаточно для того, чтобы говорить о том, что это именно четки. Но нательных крестов довольно много. Но не на каждом из погребенных был нательный крест. Понятно. Это о чем-то говорит? Даже само традиционное христианское погребение, оно со временем какие-то особенности имело свои. Во всяком случае, могли быть на погребенных кресты, которые не дошли, изготовлены из материала, который не сохранился. Например, кожаные, костяные, деревянные. А могли вообще хоронить и без крестов. Я хочу еще напомнить, что время такое было суровое на Руси. Надо фон показать эпоху, какая была. Единство не удалось удержать. Русь в XII веке распалась на мелкие княжества. Упоминание Москвы, да, первый раз. Вот тогда, в XII веке, 1147 год. Слово полку Игореве. Времена были, я еще раз говорю, суровые, драматические и кровавые времена. Были, и, Сергей Петрович, я думаю, что вы расскажете, с какими трагическими событиями была связана история Иоанновского монастыря. Ну, да. Это связано как раз с погребением первой игумени монастыря. Евпраксия, Евфросинья. В общем, два имени. Одно, значит, мирское, другое уже иноческое. Она поехала на свидание, ее вызвали в Адемпе, в Адемпе, Медвежья голова, город, и там она была убита пасынком. Ее похоронили в одном из аркосолиев собора. То есть, как бы в стене храма выбрана часть, и туда вкладывают как раз тело. То есть, это можно найти место? В этот храм он претерпел колоссальные, так сказать, изменения. Он был передан в 20-е годы под клуб завода пролетарий, Кожевинного завода. Естественно, все там было выпотрошено, выброшено. Но, как бы, реконструированы, как эти гробницы, место отмечено. Скажите, не находились какие-то вещи, например, вы знаете, весь там храм исследовали? Какие-то потерянные вещи такие. Да, была утварь, деревянная. Точеный был дискос, богородичное блюдо. Это служебные вещи. Для службы. Вот они известны вот времени Сергия Радонежского. У него был деревянный точеный потир и тоже деревянное богородичное блюдо. Было точеное пенал с веретеном, то есть, под хартию, под свиток. То есть, сворачивался свиток и закрывался двумя половинками этого пенала. Свиток – это текст. Да. А тогда книги-то же везде были. А вот мы можем что-то сказать? Литописанием не занимались пилоские монахи? Вот Спаса при Боженском соборе. Есть же какие-то намерения? Нет, сведения такие. Таких нету, да? А вот эта история со словом полку Игореве, что якобы там его переписывали, да? Ну, это версия Творогова, да, она, к сожалению, не признаётся на ухо, потому что у него не очень надёжная аргументация. Аргументация говорит о том, вот о которой есть, да, что слово полку Игореве было известно здесь, то есть, знали его. Ну, а то, что он был переписан в Пасово-Преображенском Мирожском монастыре, здесь таких доказательств нет. Многие версии... Приписка, где упоминается цитата, но немножко адаптированная, то есть, не полная цитата, она происходит не из Мирожского монастыря, а рукопись, рукопись не Мирожская. Из Мирожского монастыря не сохранилось ни одной рукописи, выполненной на территории Мирожского монастыря. Такая история бурная, да, что ничего не могло... Да, 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 к сожалению, здесь скриптория не зафиксирована. Так вообще храм сохранилась? Рядом церковь Климента, вот, оттуда три рукописи сохранилась. Маленькая, небольшая, на берегу. Да, 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 там был скрипторий, позже, правда, не в XII веке, но был. Вот, поэтому, конечно, здесь это так гипотетическая версия, которая пока не получила подтверждения. И вот, если не ошибаюсь, как мне кажется, особенностью храма Притечи, да, Иоанна Притечи, являются вот эти вот купола совершенно какие-то необыкновенные. Сергей, скажи мне, вот этот храм современники видели таким же, каким мы его видим? Или он был всё же... Другим. Другим. Ну, вот, а стены, всё остальное? Внешний вид. Внешний вид. Всё остальное. В целом такой же. В целом такой же. Очень, 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 да. В целом, да. Как говорят, идентично. Идентично. Ну, тогда, знаете, вопрос, Зняк, почему неровные стены там вот такие были? Да, это вот как раз самая крутая вещь в Псковской и в ранней архитектуре, да, именно лепная вот такая органичная пластика, характерная для природных, что ли, вещей. Это ручная работа, хендмэд. Всё ручками лепилось вот это вот. Ручками. Весь храм. И даже затирка делалась с рукавички. Вот, то есть, всё руками, весь храм. Да, руками выглаживали. Мало того, стены были не белые. А какие? А были розово-жёлтые. Это характер вот этой цемяночной обмазки. Хорошо гашённую известь добавляется толчёная вот эта плинфа-кирпич, что даёт цвет. Мало того, в обмазку добавляют уголь, он гигроскопичен, он влагу отбирает. И костра, рубленая костра. Это малая арматура, которая туда включена. То есть, всё было в этом храме точно так же, примерно идентично, как мы видим сейчас. Да, но цвет был другой. Да, вот говорят об росписи. Действительно, роспись могла быть не единовременной, а только через какой-то промежуток. Это тоже часть технологии, да? Храм должен выстоять и дать хоть какую-то осадку. У нас роспись храма осуществлялась в период перестройки храма, то есть, во время строительных работ. И поэтому мастера, которые приехали, храм стоял ещё в лесах. Они размётку делали прям по кладке без штукатурки. Ах, вот, интересно. Да, да. И, конечно, это нарушение, конечно, технологической вот этой цепи, да, потому что храм обычно строится, разбираются леса, он просушивается, да, и только после этого приезжают мастера, ставят леса и уже так начинают приступать к росписи. А здесь они вынуждены были с тех же строительных лесов делать роспись. Это было, конечно, сложно, но... Ещё хочу дать такой исторический фонд, картину, что происходило в это время в Европе, нам это тоже надо понимать, и на Востоке. На Востоке в это время собиралась грозная сила, объединились монгольские племена под предводительством Чингисхана, и скоро они отправятся на завоевание мира от моря до моря. Эта волна кочевников захлестнёт русскую землю на долгих 240 лет. Но Псков это лихо минует, зато с Запада нависает угроза со стороны немецких рыцарей, которые много и долго воевали с арабами, с мусульманами, с сарацинами, как они называли. Но это уже случится в XIII веке, и этому времени мы посвятим следующий выпуск передачи «Россия начинается здесь». Я хочу напомнить, что гостем у нас в студии была начальник отдела хранения монументальной живописи Таисия Круглова и архитектор Сергей Михайлов. А передачу провели Елена Якулева. Анатолий Тиханов. Прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. Надеюсь, вам было интересно. Обращайтесь к нам в редакцию с вопросами на исторические темы. С удовольствием, наверное, мы примем их. Правда, Анатолий Иванович? Да. Или мы найдём компетентных людей. Да. Благодарим вас за внимание. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok